Все проекты, реализованные до сих пор партией ШОР, которую Конституционный суд объявил неконституционной, теперь будут представляться политическим блоком шанс обязанности реализации. Об этом объявил политик Илон ШОР, который будет координировать работу нового политического формирования, к которому присоединились сила партии, сила альтернативы и спасение Молдовы, а также партия нашей. Как подчеркнул Илон ШОР на своей странице в Facebook, именно партия ШОР, которая была запрещена правящим режимом, привнесла в молдавскую политику абсолютно новое веяние. По его словам, она доказала, что в политике после выборов и обещаний есть реализация. Илон ШОР напомнил, что конкретно было сделано его партийной командой, в том числе реализованы проекты национального уровня, которые еще долгие годы будут являться лучшими передовыми в Молдове. Например, такие, как Архейленд, социальные магазины или бесплатный транспорт в Аргееве. Не говоря уже о сотнях километров построенных дорог и проектах по уличному освещению, созданию парковых зон. Я уверен, что партия ШОР, как юридическое лицо, будет восстановлена, либо по решению ЕСПЧ, куда мы обратимся в ближайшее время, либо после того, как те судьи, которые проголосовали за это незаконное, абсурдное решение по указанию Майя Санду, окажутся в СИЗО. Майя Санду может убить юридическое лицо, но она не может убить идею, она не может убить эмоцию, она не может убить то хорошее, что было сделано. Именно поэтому, по словам Илона Шора, и было решено создать новый политический блок, так как сотни тысяч людей, которые являются бенефициарами тех успешных проектов, которые реализовала запрещенная партия ШОР, хотят продолжения, хотят, чтобы Молдова шла в направлении развития и успеха, чтобы Европу мы строили у себя дома, соблюдая традиционные ценности. Чем запомнилась партия ШОР? Это с шансом, обязательствами и реализацией. Именно поэтому мы приняли решение о создании именно блока, который называется «Шанс Облигациун Реализер». Сокращенное название аббревиатура блока – блок ШОР. Цель блока заключается в двух вещах. Первое – победе тотальной на местных выборах, президентских выборах и парламентских выборах Республики Молдова. Первое. И второе – это сделать так, чтобы Молдова стала богатой, процветающей и действительно независимой страной. Илон ШОР также объявил, что новый политический проект открыт для всех желающих построить процветающую Молдову. Две партии уже присоединились к блоку ШОР. Это партия «Наши» и «Сила альтернативы» и «Спасение Молдовы». Мы создавали партию два года назад для того, чтобы менять жизнь в стране к лучшему, чтобы каждому было светло, тепло, радостно и чтобы мы не боялись за свое будущее. Учитывая обстоятельства и правовой беспредел, который на сегодняшний день происходит в Молдове, мы с большой радостью объединяемся в блок для того, чтобы общими усилиями строить перемены и светлое будущее. Председатель партии «Сила альтернативы» и «Спасение Молдовы» Александру Бескиеру заявил, что сегодня Молдова идет по ошибочному пути. Нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому он чувствует себя обязанным внести свой вклад в перемены. «Я с удовольствием принял это предложение. Молдоване должны понять, что такое шанс, обязанности и реализация. Эти вещи чрезвычайно важны. Мы обязаны оставить после себя реализации, за которые люди будут нам благодарны долгие годы». Роль политического координатора работы блока «Шор» будет играть Илон Шор. По его словам, новое политическое формирование станет главным и единственным конкурентом правящей партии ПДС. На момент написания новости ни пресс-службы аппарата президента, ПДС или правительства никак не отреагировали на новость о создании нового политического блока «Шор». Продолжение следует...